Радио НВ Година науки на Радио НВ Геннадий Мустафаев и Олена Чебак Только спокойно Безопасность ребенка Это вопрос, который беспокоит многих родителей Каждой маме и папе хочется уберечь От всяческих неприятностей свое чадо И они делают для этого Все возможное и невозможное Как уберечь ребенка от педофилов Об этом будем говорить сегодня Тема очень важная, пугать никого не будем Попытаемся предупредить и предостеречь Как защитить ребенка от педофилов Традиционно в это время в студии Психотерапевт, кандидат психологических наук Геннадий Мустафаев, Елена Чебак Здравствуйте, Геннадий Здравствуйте, Елена Здравствуйте, слушатели Я уверена в том, что эта тема будет важна для всех Ну, для всех, у кого есть дети, я думаю Я думаю, да Вот Правда, тема непростая Очень непростая Как правило Мы привыкли умалчивать такие темы В надежде, что нас это обойдет стороной Надежде, что нас это обойдет Зачем про плохое думать Если не будем думать про плохое Оно и не случится На самом деле Предупрежден, значит вооружен Ну, знаете, есть Такая одна очень интересная Американская пословица Лучше сразу обеспечить безопасность ребенку Чем потом сожалеть Поэтому я думаю То, что мы сейчас будем обсуждать в эфире Может быть, кому-то будет неприятно слышать Но И может быть, даже больно будет слышать Но я думаю, что важно про это все-таки говорить Для того, чтобы Ну, если мы хоть Одного ребенка защитим В этом мире То уже будет не зря Эта передача Поэтому Давайте двинемся Давайте начнем с того Кто такой педофил? Что это такое? И почему человек Начинает заниматься этим? Если так можно сказать Да Ну, педофилия, в принципе Это такое сексуальное влечение К детям И это серьезная проблема И эта проблема Она не только проблема общества Но и проблема этих людей Потому что это своего рода патология И люди, которые живут с этими фантазиями Ну, вот смотрите Можно сказать, что педофилы Большинство из них Свои фантазии не реализуют Из страха наказания, например Оно же не появляется, это чувство В какой-то момент Оно же как-то зарождается Оно зарождается Про причины Потом, Лен, будем говорить Про портрет Ну, такой условный портрет Типичного педофила Но, конечно, есть на это причины определенные Но педофилами называются люди У которых есть сексуальное половое влечение К детям до пубертатного периода То есть от нуля до 13 лет 13 лет – это пубертат, половое созревание И все, кто интересуется детьми до 13 лет Называются педофилами И очень важно говорить, что Ну, ученые, канадские ученые Кантер и Мало, они считают, что процент людей с такой патологией Где-то от полпроцента до одного процента Мужчин Именно мужчин Дело в том, что из 100% педофилов 96 – это мужчины Женщины У женщин есть материнский инстинкт Вот вы меня здесь опередили Только мужчинам свойственно приставать к детям Хотя случается Ну, женщины-педофилы – это уникальное, скорее, явление Это исключение, скорее В основном мы можем смело говорить, что педофилия – это мужская проблема И про это важно сказать И, ну, по большому счету Все мужчины немножко психопаты И вот способность контролировать Свои биохимические процессы И свой гормональный фон Это особенность здоровых людей То есть если человек не может контролировать Мы можем говорить о некой патологии Поэтому И больше можно говорить про то, что Ну, вот, там, если люди смотрят порно с детьми То часто педофилы, ну, они как-то могут себя оправдывать Потому что Ведь В этих роликах Там никто никого не насилует Там все Ну, 90% детской порнографии Они без страданий Там никто не страдает И дети на видео Могут улыбаться И Там кажется, что все Все хорошо Но на самом деле Психика ребенка Ну, настолько коверкается Настолько уничтожается И растаптывается Что Происходит слом И Искривленное отношение к миру К ценностям Базовым И это, конечно, ну, дичайшее явление Социальное явление Педофилы Они, как правило, действуют одинаково Либо же они отличаются друг от друга Им свойственно одно и то же поведение? По-разному Вот Есть разные Педофилы И Обычно Ну, так В классике Психиатрии Делят их на Проконтактных И нонконтактных Объясните, что это значит Объясняю Проконтактные Это первая группа Ну, которая контактирует непосредственно С живыми детьми Вот того возраста О котором вы говорили 0-13 Нонконтактные Это Взаимодействие через социальные сети Про это тоже Я хотел бы Отдельно немножко времени взять Поговорить про безопасность социальных сетях Непременно Это очень важный вопрос Мне кажется, да Это очень важный Аспект Который хотелось бы сегодня успеть зацепить Так вот, если Ну, конечно, для родителей Все-таки Родители считают, что Проконтакт Это Более опасная вещь И Это правда так И У Этих Ну, у этого заболевания У людей, которые больны Такими расстройствами У них есть целая Своя такая Богатая внутренняя идеология Которая объясняет Почему секс с детьми Это хорошо Потому что они любят детей Потому что они бережны с детьми Они научат их Многим хорошим вещам Которые им потом Пригодятся в жизни Вот так работает Больной мозг И больное мышление Как по мне, это полное извращение Безусловно Сложность заключается Этой ситуации Сложность заключается, Лена, в том Что Вычислить Педофила Среди людей Паристичных громадян Практически невозможно Три четверти Больше того Три четверти Таких историй Страшных Жутких Происходят Не с чужими людьми А именно С близкими людьми С родственниками Девяносто процентов Детей Знают Насильника Он приходит в дом Он Знаком с родителями Но если я говорю Я говорю про насилие То я имею ввиду Про любой сексуальный Контакт с ребенком Не обязательно половой акт Вы сейчас это говорите Я немножечко так в ужасе Потому что К сожалению За последнее время Особенно в Украине Произошло Много историй Где дети пострадали От рук педофилов И то что вы сказали Как правило Они становились жертвами Друзей, знакомых Соседей, дядей И люди Которые знают Папу, маму И знают этого ребенка И войти в доверие К этому ребенку Очень страшно И вот сейчас Я как мама Я начинаю думать о том А стоит ли мне Подозревать Круг Знакомых Друзей В чем-то Не только я об этом думаю Сейчас многие Об этом могут задуматься Я думаю Что прям так вот Подозревать всех Не стоит Мы так можем докатиться Но для того Чтобы по крайней мере Но быть внимательным Вот тут я вас поддерживаю Всегда держать ухо во срок Как говорится Вот здесь я вас поддерживаю Всегда быть в контакте С ребенком Быть внимательным к ребенку Замечать малейшие Изменения в поведении Я дам эти маркеры Чуть позже Вот прям Как может Измениться поведение Ребенка В случае Если это Непоправимого Ну пусть даже Там не мега Непоправимого Но что-то происходит Что-то Начинает тревожить Ребенка Мешать ему жить И тогда Ребенок начинает Вести себя Немножко по-другому Эти маркеры Я дам Но тем не менее Существуют ли Какие-то симптомы Которые По крайней мере Могут дать Родителям Вот такой Месседж Обрати внимание Вот это он Это педофил И его портрет Выглядит вот так Да Давайте немножко Поговорим Кто же такой Педофил Ну чтобы Мы были Более-менее Обизнаны Итак Что делает Вообще Ну вот Интересный вопрос Что делает Вообще Человек Педофилом Это Какие-то Биологические Нарушения Или это Психические Отклонения В психическом Развитии Так вот Ну сложно Отделить Одно От другого И многие Педофилы В своем Детстве Они были Жертвами Сексуальных Действий Со стороны Взрослых Других Людей Непристойных Прикосновений Игры С эротическим Подтекстом И так далее Изнасилование И такой опыт Имели В своем Анамнезе В своей Истории Порядка 30% Педофилов То есть Можно говорить Что это Это стало причиной Это стало причиной Да Каждый третий Порядка 15% Педофилов Имели У них была Диагностирована Умственная Отсталость И Расстройство Психики Ну такие Например Как Маникально-депрессивный Психоз Либо Шизофрения Это всего 4% Случаев Поэтому Это люди Которые Умны Они Знают Что делают И Вполне Осознают Что они делают Вот Если нарисовать Такими большими Мазками Портрет Педофила То Как правило Это мужчина Старше 30 лет Они Во-первых Стараются Не выделяться Из толпы Вот Знаете Такие яркие Истероидные Личности Они скорее Не будут Педофилами Альфа-самцы Вы имеете То, что им нужно Они возьмут У взрослых Женщин А не у детей Это скромные Тихие Часто Почти Незаметные Люди Такие серенькие Мышки У них Может быть Серый цвет Лица Что Может быть Обусловлено Тем Что они Много времени Проводят В интернетах Компьютерных Играх В каких-то На Порнографических На сайтах Порнографического Содержания В том числе Детское Видео У них Может быть Испорченное Зрение Потому что Они Много часов Проводят Возле монитора Телевизора И это Конечно Не проходит Бесследно Если мы Говорим Про фигуру То Они Часто Страдают От избыточного Веса Потому что Ну Кушать-то Некогда Не следят За собой Фастфуд Сладкие Газированные Напитки Ну и так далее Это все Конечно Отражается На Избыточном Весе Что Что интересно Они не хотят Жениться Ну зачем им Жениться Женщина Взрослая Женщина В доме Им Не интересно А если А если Они все Таки Ну имеют Жену То Скорее В такой Семье Сексуальных Отношений Не будет Это будут Скорее Дружеские Отношения Ну Каждый Живет Своей Какой-то Женщине Жена Это некое Прикрытие Да Ну своего Рода Ну там Друг Ну как Даже не Друг Она С друзьями Делятся Переживаниями А это Скорее Человек Который Обеспечивает Быть Стирает Готовит Кушать Обслуживает Да А сексуальные Потребности Удовлетворяются Совершенно В другом Месте Вот Если говорить Про друзей То друзей У них Немного Один-два Максимум Может быть Про работу Работа Малооплачиваемая Как правило И низкоквалифицированная Вот Иногда Сложности С работой Могут Заключаться В том Что Этот человек Мог Отбывать Наказание В местах Лишения Свободы Поэтому Устроиться На хорошую Работу Сложно А Ну Где-то Подрабатывать Но опять-таки Приходим Потому что Малооплачиваемая Работа Они Как правило Чаще всего Небольшой Рост Носят Очки Неприметную Одежду И Знаете Я вам скажу Что все-таки Не зависит Не всегда Это зависит От социального Состояния Это могут Быть Достаточно Богатые Люди В том числе И это Могут Быть Достаточно А им Зачем Это Они же Имея Деньги Могут Заполучить Женщину Которая Пойдет А женщины Их не Интересуют Лен Вот Услышьте И женщины Их не Интересуют В принципе Я пытаюсь Просто Представить Это Я не хочу И не Понимаю Ну Ну вот Правда Им Женщины Не интересны Им Интересны Дети Не важно Какого пола Может быть Ребенок Мальчик Может быть Девочка Вот Поэтому Все это Зависит От Внутренних Комплексов Мужчины И его детских Патологических Психологических Травм Мы сейчас Описали Такой вот Приблизительный Портрет Человека Который Может быть Педофил Еще не Закончили Даже еще Не Закончили Тогда продолжите Чтобы я вас Не перебила Могу Да 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 У нас Есть минута Вот если Говорить про профессии То они Ищут профессии Приближенные К детям Школа Университет Детский садик Интернат Детские секции По спорту И так далее Чем ближе к детям Тем Больше возможности Реализовывать Свои Больные Планы И если Говорить про слова То используются Такие слова Как Дети Они ангельские Невинные Чистые Ну то есть В этом есть Тоже такое Сексуальное Возбуждение Сейчас мы Увидели Представили себе Портрет педофила Не нужно сейчас Вычислять своих знакомых Которые подпадают Под этот портрет Сейчас очень важно Что делать И как рассказать Ребенку О возможной Встрече с педофилом Но об этом Мы поговорим После новостей Сейчас короткая пауза Вы не переключайтесь Потому что дальше Будет еще интереснее Как защитить ребенка Снимается Но мы еще не закончили Этот разговор И мы плавно Перешли к хобби И дальше Мы перейдем К тому Как говорить с ребенком О таких вещах Давайте немножечко О хобби И продолжим Ну Скажем так Дописывая портрет Людей Дети Педофилу Действиями Геннадий И тут у меня К вам такой же вопрос Как родителям Правильно рассказать Своему ребенку Об этом Как подготовить его И немножечко Предостеречь Если вдруг Что-то произойдет Ну Во-первых Для начала Хочется сказать Ну Надо Четко понимать Что Нельзя молчать Нельзя молчать И Про это Социальное явление Нужно говорить Нужно разговаривать С детьми Ребенок Вооруженный Знаниями Будет вести себя Осторожно Для начала Что должен знать Ребенок Ребенок должен знать Что у него есть Интимные части тела Которых никто Не имеет права Касаться И здесь надо Чтобы мама Не стеснялась Потому что Иногда родители Боятся сказать Вот Грубо говоря Как называется Называют Какими-то там Смешными Словами Но Пусть даже Смешными словами Но на самом деле Важно называть вещи Своими именами Извините За такую фразу И ребенок Должен понимать Что у него есть гениталии Есть грудь Есть ягодица И даже Лен Интимной частью Тела Считается Рот Поэтому Ну очень важно Чтобы дети Знали Что именно Эти части тела Считаются Запретными Ну то есть Если дядя Погладил по голове Это не значит Что он педофил А если он Начинает трогать Интимные части тела Вот тут уже Ну Явные признаки Ребенок должен знать Название этих частей Тела И ну четко понимать Что есть секретные Прикосновения Что там Это Эти прикосновения Могут Ну Их называют Плохими прикосновениями Что если кто-то чужой Дотрагивается До вот этих Секретных Ну не секретных А частей тела Которые Прикосновения Называются секретными И тут важно Чтобы Про эти Секретные прикосновения Ребенок мог Рассказать Родителям Да Это Это архиважно А для этого Дорогие Мои слушатели Важно Чтобы ребенок Во-первых Понимал Что Что его Границы Нарушены Что С ним делают Непозволительные Вещи И Не боялся Что Если он Расскажет То у него Будут проблемы Ребенок Должен Четко понимать Что у него Никогда не будет Проблем Если он Расскажет Про эти Секретные Прикосновения И главное Чтобы родители Услышали Они сказали Не выдумывай Не выдумывай Это ты так просто Привлекаешь внимание Этот дядя Такой сделать Не мог Это друг Нашей семьи Я его знаю Со студенческой скамьи А нет Мог Поэтому Ну очень важно Ну Чтобы вы Поверили Ребенку Пусть даже Ребенок Фантазирует Но Ваша Бдительность Как родители Должна Включиться В сто Крат И вы Должны В первую очередь Все-таки Доверять Своему Ребенку Ребенок Для этого Должен Знать Что вы Выдержите Эту информацию А не Рассыпетесь Ну то есть Вы устойчивы Вы готовы Выслушать И прийти на помощь Потому что он Нуждается В ней Ребенка Очень важно Научить Уходить Из этих Ситуаций Если они Случаются На улице Либо Уходить Из ситуаций Дискомфортных В доме Как уйти Ребенок Должен Вот Позвольте Сейчас остановлю Пишет нам Василий Как раз Отвечая на наш С вами вопрос Наш постоянный Слушатель из Киева Он пишет о том Что у него Дочь Шести лет Он с ней говорил Я так понимаю Она знает При подходе Любого дяди Если вдруг Что-то не так Сразу бежит в магазин Он находится Рядом с подъездом Прекрасно Прекрасно Если подходит Взрослый Ну И ребенок Интуиция ребенка Подсказывает Что есть опасность То лучше Просто забежать В магазин И быть рядом С продавщицей Как избегать Ситуации Если этого магазина Рядом нет Можно просто Убегать Где есть Людные места Обращаться За помощью Закричать Можно Обратить на себя Внимание И так далее И ребенок Должен Знать Что Не обязательно Прямо Что на него Набрасываются Иногда Ребенок Должен Знать Что Никто Не должен Ему Показывать Фотографии Например Или Или там Показывать Своё Тело Или фотографии Которые Содержат Там Картинки Тел Вот Это уже Это уже Педофилия То есть Не обязательно Сексуальный акт И очень важно Если мы говорим О детях Постарше Чтобы ребенок Чтобы было Какое-то Кодовое слово На которое Ну Которое Ребенок мог бы Прислать Родителям Либо сказать Ну вот он попадает Ребенок Например Попадает В компанию Где есть Кто-то Взрослый И этот Взрослый Начинает Что-то Делать И Ребенок Чувствует Большую Тревогу С которой Он Не знает Как Справляться С этой Ситуацией И он Пишет Маме Смс Я У подружки И какое-то Кодовое Слово Мама Знает Где живет Эта подружка И мама Приходит Туда Либо Я Сейчас Просто Говорит Я сейчас У подружки И мы тут Играем Я не знаю Какое-нибудь Кодовое Слово Здесь очень важный момент То о чем вы говорите Это доверие Это доверие между Родителями Безусловно Без него ничего Не получится Лен Я думаю Тут важно Не просто Говорить А кричать Очень важно Чтобы было доверие Потому что Есть два варианта Поведения Первое Это когда ребенок Приходит И говорит Родители Слышат Ребенок Видит Что родители Ему верят Родители Реагируют Папа Звонит Соседу И они Два взрослых Мужчины Выбегают На улицу И ищут Ищут Этого Преступника Для того Чтобы его схватить И сдать В полицию Родители Ребенок Понимает Вот когда Если уже такое Произошло То ребенок Понимает Что его Защищают Он не один Он не один Его не бросают И впоследствии Ему легче Будет справиться С травмой В противном Случае Ребенок Наказанный Поруганный Неуслышанный Он остается Вообще Один на один С этим Горем Со своим Со своей Болью Со своей травмой Со своей Трагедией И это Еще больше Его уничтожает И это Травма Которая Будет жить С этим Ребенком Всю жизнь Геннадий Здесь вопрос Который Интересует Меня И в частности Нашу Слушательницу Соломию Как правильно Поясны Подбирать Такие слова Которые бы Пятилетний Ребенок Понял Как Как Рассказать Я думаю Что ваше Родительское Сердце Должно Вам Подсказывать С маленькими Детьми Надо Говорить Более Детскими Детскими Словами Более Простыми Словами Со взрослыми Ну Я имею ввиду Там Десятилетние Десять Одиннадцать Двенадцать Лет Можно Говорить Уже Простыми Четкими Медицинскими Терминами Категориями И Говорить Про то Что Это явление Есть Есть Такие люди Это люди Больные Они Могут Делать Вот это Вот это Вот это Вот это Это делать Запрещено Не разрешай С собой Такое Делать И если Это будет Происходить То ты должен Делать Первое Второе Треть Десят Здесь Очень важно Как родителю Как маме Переступить Через свои Внутренние Страхи И начать Этот разговор Потому что Я знаю Многие Родители Они боятся Этого И Со мной Говорили Родители Возможно Не так Прямо Но они Предупреждали Некоторые Перекладывают Эту функцию На школу Если в школе Об этом Расскажут Это хорошо Но нужно Чтобы и родители Это делали Хорошо Лен Я вас услышал Давайте тогда Немножко поговорим Про то Что если Ребенок Не говорит Например То По каким Признакам Можно понять Что Что-то Не так Происходит Что-то Странное Насторожиться Затревожиться И вот Дорогие Слушатели Признаки Могут быть Следующие Когда Ребенок Демонстрирует Сексуальное Поведение Например Имитирует Половой Акт С игрушками Или Игрушка Игрушка С игрушкой Или сам С игрушкой Демонстрирует Половой Акт Либо Демонстрирует Половой Акт Играет Так С другими Детьми Это Ребенок Например Пяти лет И мы знаем Что в пять лет Ребенок Не должен знать Этих знаний то можем насторожиться. Например, у ребенка внезапно появляются ночные кошмары и страхи. Это может быть причиной и маркером того, что происходит что-то. У ребенка... Ребенок отказывается общаться с кем-то из взрослых, с которыми ранее нормально общался. Приходил некий дядя, с которым он играл, но в какой-то момент он избегает встречи с ним. Избегает встречи с этим дядей. У ребенка появляются синяки и ссадины, особенно в интимных областях, которые ребенок не может объяснить. Например, приходит ребенок в грязной одежде, словно валялся на земле. Ребенок подавлен, у него могут появляться новые вещи, деньги, игрушки. Это некая компенсация за умолчание? Да. Мы же с тобой друзья. Я тебе подарю самолетик, модель самолета. И ребенок же хочет самолетик почти настоящий. У ребенка могут появляться новые друзья, с которыми он вас не хочет знакомить, например. У ребенка появляется взрослый друг. Это очень должно насторожить. Почему взрослый? Какой интерес взрослому общаться с ребенком? Друзья мои, не обязательно все взрослые, которые общаются с детьми, педофилы. Но насторожиться можно, перепроверить не просто можно, а нужно. Ребенок скрывает от вас свою активность в социальных сетях. Это мы уже сейчас говорим о детях чуть-чуть постарше. 10 плюс, например. У ребенка ниоткуда, кавычу это слово, ниоткуда появляются новые взрослые слова, которые... Семьи не употреблялись. Семьи не употреблялись, и ребенок не должен этого знать. Настроение. Настроение нестабильно. Может наблюдаться страх перед определенными местами или перед определенными людьми. Вспышки гнева, плаксивости, замкнутости. Это очень похоже на... Ну, это тоже может настораживать. В развитии наступает регресс, то есть откат. Начинаются сложности с успеваемостью. Иногда появляются... Там могут появиться мокрые штанишки, мокрая постель. То есть ребенок начинает писаться. Нарушение аппетита, сна, агрессивность. Ну и так далее. Ребенок боится оставаться один. Ребенок начал бояться прикосновений. В рисунках появились сюжеты. Но сложно интерпретировать взрослым детские рисунки. Тогда важно вести к специалистам. Есть целые методики, целые техники по выявлению, было ли сексуальное насилие или нет по отношению к ребенку. Сейчас мы ставим запятую для того, чтобы услышать свежие новости. Продолжим после них. Далее будет. Не переключайтесь. Геннадий Мустафаев и Олена Чебак. Только спокойно. Как защитить своего ребенка от педофилов? В этой теме сегодняшней программы. Геннадий Мустафаев, Олена Чебак. О Геннадии, позвольте, я сейчас зачитаю несколько сообщений и отвечу на них. Пишет нам Ивана. Доброго вечера. Выбачите за такое питание. Но педофилами бывают только человеки. В начале нашей программы Геннадий рассказывал о том, как правило, более 90% случаев... 96%. 96% это мужчины, и всего лишь 4% это женщины. Поэтому вопрос не глупый, а совершенно нормальный в этой ситуации. И если говорить о портрете, потому что также спрашивают, как правило, это мужчины 30+. 30+, да. В невзрачной внешности, малозарабатывающие, либо одинокие, либо с женами, не занимающиеся сексом, просто дружат, ну и так далее. Продолжаем наш разговор. И я обращаюсь к вам, слушатели. Рассказывали ли вы своим детям, кто такие педофилы, если да, то в какой форме. Пишите, пожалуйста, делитесь своим опытом, потому что это очень важно. Некоторые родители не знают, с чего начать, как рассказать, как объяснить ребенку, что такое бывает, и что с этим делать. Мы только что поговорили о том, как определить ребенка, который имел контакт с педофилом. По каким признакам можно... Какие признаки могут нас насторожить? Если мы увидели, определили, что это случилось, что делать родителям дальше? Ну, попробовать прояснить. Если ребенок приходит и говорит, что это произошло, ну, или нам удается, мы спрашиваем мягко, с любовью, спрашиваем у ребенка, что произошло, и он нам рассказывает, то первое, что очень важно. Дорогие родители, важно, чтобы вы для начала успокоились. Ваши истерики, слезы, призывы убить негодяя, это все, ну, во-первых, никому не поможет, а тем более вашему ребенку. Второе, не вздумайте ругать ребенка. Никакой вины ребенка в этом нет. Виноват только тот взрослый, который это делал. Например, приходит ребенок, рассказал, мама говорит, я же тебе говорила, не ходи туда, чего ты туда пошел? И надо было юбку длинную одевать, а не ходить вот как пиголица и соблазнять там всех. Сама виновата, что с тобой такое случилось. Категорически нельзя это делать. Ребенок не виноват. Какая юбка, или вообще без юбки, никто не дает права на насилие, никто не дает права на такие действия. Это запрещено, и это должно пресекаться очень жестко с законом. Важно объяснить ребенку, если он до этого не знал, что такие действия, что такие люди называются педофилами, и это люди преступники, и это плохие люди, и их нужно наказать, их наказать, а не ребенка. Если эта ситуация происходила, мы с вами говорили, что есть проконтакт, есть нонконтакт. Если мы говорим про социальные сети, и ребенок приходит, это рассказывает, то важно запретить ребенку выходить в сеть с этого аккаунта, пока не входит он в сеть. Внимательно, самостоятельно взрослый перечитывает всю переписку, которая была у ребенка с кем-то. ни в коем случае не надо ничего писать. Взрослый ничего не должен писать педофил. Не надо. Категорически не удалять ни переписку, ни фотографии. Все должно остаться в том виде, в каком есть. Это все материал для следователей, для доказательства. Потому что если что-то поудалять, что-то поубирать, потом этот человек останется на свободе и будет продолжать делать свои гадкие вещи. Поэтому ничего не удалять, все оставляем, никому ничего не пишем. Лучше всего зафиксировать все эти доказательства, сделать скриншоты переписки. Для того, чтобы даже если это что-то там пропадет, исчезнет и так далее, важно, чтобы это все было зафиксировано. Распечатать скриншоты и это поможет при подаче заявления. Родители приходят в полицию, говорят, вот, пожалуйста, доказательства и начинается расследование. Важно поговорить с родителями одноклассников вашего ребенка. Ну, то есть, ваш ребенок может быть не один, который подвергся такой опасности. И, безусловно, очень важно обратиться к детскому психологу. Вот, если это произошло, то важно, чтобы вы запомнили вот эти рекомендации. Это очень важные рекомендации. И лучше, пускай этого не происходит, но вдруг, не дай бог, это случилось, вы знаете, как действовать, какой ваш алгоритм. Напоминаю, номер Вайбера 067-670-20-57. Пишите, пожалуйста, нам на Вайбер, рассказывайте о своих историях, общаетесь ли вы с детьми на такие темы и рассказываете ли вы им о педофилах. Позвольте, я поделюсь собственным опытом. У меня дочери 7 лет, и я уже поговорила с ней об этом, по крайней мере, со своей стороны попыталась объяснить ей, что такое может быть. Я простыми словами сказала ребенку о том, что нормально, когда двое взрослых людей, мужчины и женщины, любят друг друга. И когда они занимаются сексом, целуются, обнимаются, это нормально. Ненормально, когда взрослый дядя с такими же чувствами пристает к ребенку. Я не знаю, возможно, но это так, как я посчитала нужным, для того, чтобы она понимала, если вдруг что, это недопустимо, это категорически запрещено. Но они же хитрые сволочи, простите, они же находят методы, они же знают, как подступиться к ребенку. Безусловно, они манипуляторы, и есть целый ряд способов, которыми они обманывают детей, и очень важно про это поговорить. Вот давайте об этом. Дорогие мои слушатели, мы это рассказываем для того, чтобы вы могли этими примерами объяснить, как, приблизительно, приблизительно, как могут его обмануть ребенка. И часто, ну, запомните, ну, самое важное, что 99,9 десятых случаев ребенок по доброй воле идет за педофилом. Редко, ну, редкий педофил хватает ребенка за руку и тащит через весь город. ребенок, ну, ну, нет. Они делают так, что ребенок сам хочет идти. И для этого есть там всевозможные увлекательные предложения для детей. Например, там, деткам можно рассказывать про каких-то котят в коробке, там, такие маленькие пушистые котята, и вот они там за гаражами, и идем я тебе их покажу. И, ну, дети, конечно же, любят маленьких котят, а дядя говорит, а я тебе даже разрешу одного домой взять. И, ну, какой ребенок, как кажется, посмотреть на котят милых, пушистых и пойти за гаражи, например. Ну, или там пойдем ко мне домой, у меня есть коллекция самолетов, оружия какого-то, или там у меня в квартире живет какое-то, там, у меня дома живет обезьянка, хочешь посмотреть? И вот какие-то такие вещи, которые ребенок, ну, конечно, хочу обезьянку живую посмотреть. Не каждый же день у кого-то прямо, я тебе разрешу погладить. И ребенок, ну, ребенок же привык доверять взрослым. Ну, базовая наша, наша способность выживать в этом мире, это когда ребенок маленький, он доверяет взрослым, доверяет маме, доверяет папе, иначе он не выживет. Это фундаментальная особенность детской психики, доверять взрослым. И когда взрослый начинает использовать наивность ребенка, это, конечно же, преступление. Вот здесь задача родителей сказать о том, что, дорогой Вася, Петя, Оля, Люда, если тебе предлагают вот такие вещи, ни в коем случае не иди, потому что... Да, совершенно верно. Там, девочка, а ты знаешь, где вот есть такая-то улица, там, например? Они же, понимаете, что они делают? Они же часто готовятся к... Следят за детьми. Следят за детьми. Они знают, в какую школу ходят. Они знают, могут знать, где живет этот ребенок. И тогда могут спрашивать какие-то вещи, которые там... Мальчик, ты на какой улице? Вот я ищу такую-то улицу, а он знает, где живет этот ребенок. А ребенок говорит, вот на такой-то улице, я там живу. Он говорит, о, слушай, так давай я тебя к дому подвезу, и ты мне дорогу покажешь, потому что никто толком показать не может, и тебе хорошо, я тебя домой подвезу. И ребенок садится в машину. За мороженое, за конфеты. Вот у меня дома осталось много конфет, мороженое, у меня племянницы гостили, и вот сейчас там целый магазин сладостей. Не знаю, кому куда девать, ну не выбрасывать же. Пойдем, возьмешь себе, сколько тебе надо. Ребенок верит. Но самое страшное, что могут делать такие манипуляторы, они часто обманывают детей на их жалости к родителям. Они могут говорить, например, мальчик, как тебя зовут? Меня зовут там, не знаю, Геннадий, Гена меня зовут. Вот, как хорошо, что я тебя нашел. Ты знаешь, вот меня послали соседи, твои родители, их сбила машина, их увезли в больницу. И соседи попросили, чтобы я нашел тебя и отвез к родителям в больницу. Представляете состояние ребенка? Конечно. Вот мои родители, я за них переживаю, я испугался, и меня сейчас отвезут к родителям. И я узнаю, как их самочувствие и как здоровье. И, конечно, я сажусь в эту машину. Опять-таки, родители должны проговорить и эту ситуацию, объяснить ребенку. Если кто-то что-то предлагает, перезвони маме, перезвони папе и уточни. Перезвони. Да, совершенно верно. Благо, сейчас есть телефоны, можно перезвонить. Что случилось? Как случилось? Но, смотрите, Лен, тут же, понимаете, как ведут себя аферисты? Основной прием аферистов это дефицит времени. Быстро, срочно. Прямо сейчас. Ну, нет времени. Ну, вот аферисты говорят так, а можно я подумаю до завтра? До завтра думать нельзя, осталось 15 минут. Вот или ты сейчас покупаешь, или ты все. У тебя... Помните, мы когда-то делали передачу про то, как обманывают, ну, лохов, извините за выражение, обманывают людей, и это дефицит времени. Если ребенку сказать, ну, надо срочно ехать. А тем более родные люди в еде. Родные. У ребенка просто, ну, в стрессовой ситуации человеку сложно адекватно оценивать ситуацию и логически рассуждать. Мы взрослые не всегда это можем делать. Геннадий, хороший вопрос. Наш слушатель Винсент, он, во-первых, благодарит за тему и спрашивает, возможно, есть какие-то фильмы, возможно, есть какие-то книги, которые можно посмотреть вместе с ребенком и объяснить на доступной языке, изложить в доступной форме. Возможно, в школах применяют какие-то методички. Что-то есть у нас вот такое? Я, я, ну, мне сложно рекомендовать. Есть методички, я знаю, ну, в России точно есть, я читал методичку, там буквально семь правил, по-моему, она называется, как о педофилии, что-то такое. Вот. Но надо поискать в интернете. Я знаю, что есть фильмы про педофилов. Я знаю. Кстати, один из последних, который пересказывает жизнь Майкла Джексона. Буквально, вот он вышел в этом году. Да. Ну, я его, к сожалению, не знаю, или к радости не смотрел, но есть фильм про педофила, но там, скорее, этот педофил показан в своих страданиях, как он хотел бы вылечиться от этого недуга, но как он борется с этим своим желанием. Этот фильм называется, я вспомнила, «Покидая Неверленд», но там не рассказывается, как предотвратить это, там рассказывается жизнь вот таких людей. Вот это то, что я смотрел. К сожалению, у меня нет внятного ответа. Но это, кстати, нужная вещь для школ, не только для родителей, чтобы преподаватели не боялись об этом говорить. Я думаю, что если этого нет, то это надо обязательным образом сделать. Такие фильмы важны, нужны. Это фильмы о безопасности наших с вами детей, дорогие мои. У нас остается несколько минут, мы не можем не затронуть этот вопрос в социальные сети. Иногда дети, родители, они выкладывают в соцсети фотографии свои, описывают, и таким образом дают возможность педофилу узнать как можно больше об этом ребенке, для того, чтобы в дальнейшем вступить с ним в контакт. Это огромнейшая ошибка. Я, честно говоря, вообще считаю, что после 14 лет можно заводить свои аккаунты, странички и так далее. Совсем маленьким детям нежелательно эти вещи делать, но если уж есть, то важно все-таки проводить с ними беседы о безопасном поведении в интернете. И говорить с ребенком о педофилии, и не бояться этого слова, говорить, чем эти люди опасны. Важно, категорически важно установить доверительные отношения с ребенком и сказать, что вы не будете его контролировать, если будете ему доверять. Потому что иногда дети «Ага, ты хочешь меня контролировать, а я уже взрослый, но если я тебе абсолютно доверяю, то я не буду тебя контролировать». И важно говорить, следить за тем, на какие группы подписан ребенок. И не только с этой точки зрения. Алена, помните, какое-то время назад были эти группы синих китов и так далее, группы, где очень муссировалась тема суицида, как это здорово. И я вам хочу сказать, что если есть контакт родителей с ребенком, ребенок не остается один, то, скорее всего, таких проблем не будет. Потому что, Лен, извините, закончу мысль. Потому что одна из моих клиентов сказала, у нее был опыт этого контакта, она сказала, мне кажется, что он был единственный человек, который меня любил. Вот это беда. Вот это беда. Геннадий, я хочу, чтобы мы сейчас возразили нашему слушателю Анатолию, он обвиняет нас в том, что мы научили таких людей обманывать детей. Нет, Анатолий, я от тебя сейчас скажу, как оказалось. Мы проводили такой небольшой срез, у нас здесь редакции, не каждый родитель готов говорить со своим ребенком о педофиле. Сейчас, вот в течение часа, я и Геннадий пытались объяснить родителям, как важно, а не говорить. Вот те люди, о которых вы сейчас вспомнили, они знают, как заманить ребенка и как мы сейчас ничего нового не рассказали. Мы сейчас рассказали родителям, что нужно делать для того, чтобы ваш ребенок не пострадал. Буквально напоследок история о Целомии, она делится собственной историей, я не буду читать все, что есть, но напишу, когда я расскажу коротко, ей было 7-8 лет и на площадке детский мужчина предлагал семечки. И дети эти семечки кушали, он с ними игрался, и он прятал семечки в кармане, чтобы дети искали эти семечки в кармане. Вы понимаете, зачем это делать? И в один прекрасный момент она рассказала, не побоялась, рассказала маме об этом дяде. Мама потом очень долго его искала, он здесь больше не появлялся, потому что родители стали бдить, что происходит и кто приходит и угощает их детей семечками. Это опять-таки возвращаясь к нашему предыдущему слушателю. Я убежден, что педофилы и без нас знают, как делать свою грязную работу, но наша задача все-таки предупредить, легализовать, вскрыть этот нарыв и показать, предупредить. И я очень прошу поговорить, поговорите, как получится, поговорите со своими детьми, чтобы они были защищены. Геннадий, я как мама благодарна вам за эту беседу. У нас, к сожалению, уже не остается времени. Хочу просто, чтобы вы закончили это чем-то хорошим и мы продолжили с вами в следующий раз. Мне понравилась одна фраза, которая звучит так. Злость, агрессия, ревность, ярость, обиды. Эти эмоции только кажутся пределом ненависти. Предел ненависти это безразличие. Не будьте безразличны. Не будьте. Слушайте и слышите своих детей. Геннадий Мустафаев, Елена Чебак. До свидания. Доброй ночи всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова